Мы в гостях у реального пацана Владимира Селиванова. Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала. Мне кажется, вообще музыкант, как только он для себя решит, что он музыкант, он уже музыкант. Лариса Долина бы с тобой поспорила. Ты разошелся с супругой. Когда это произошло? Когда мы заводили семью, это было основано по большей части на общем желании завести ребенка. Я видела Сашу у тебя в инстаграме рассказывать, как это случилось. Просто все произошло в нужный момент в жизни у каждого. С Аней двигаемся вместе. Я все больше понимаю, насколько глубока может быть связь. Для меня это очень безупречный человек. Ты счастлив? Знаешь, когда слезы наворачиваются от благодарности, что я такой вообще есть в этом мире. Я такой родился и такой существую. Друзья, всем привет. Мы в гостях у реального пацана Владимира Селиванова. Это абсолютно эксклюзив. Нас пускают домой. Мы любим ходить по домам. Вы знаете, я сейчас позвоню. Надеюсь, ребята меня ждут. Я их не застану враслог. Привет. Это тебе. Спасибо. Крупная картина. Надеюсь, вы зожники? Мой зожник. Ну, мы стремимся. Вот, да, твоими стараниями будем еще ближе. Еще, еще. Так. Ребят, ну рассказывайте. Во-первых, неожиданная встреча Александра. Я видела Сашу у тебя в инстаграме. У Саши тебя видела. Вот рассказывать, как это случилось. Это квартира, где жила Саша до нашего знакомства. А, то есть ты вселился? Я вселился, да. Ты подселился. Подселение. У меня не было выбора. Нормальную девочку нашел с пропиской в квартире. Хорошо, нормально. Ну, давно? Сколько времени уже вместе живете? Я не знаю. Наверное, месяца четыре, да, где-то? Да, где-то четыре месяца уже. Уже срок. Ну как, не поссорились пока? Пока еще ни разу. Да, потому что обычно говорят, притирка происходит именно, когда начинаешь жить вместе. И все такие какие-то вылезают. Как-то у нас это все очень легко прошло. Да? Все без притирок, да? Да. Ну, у нас был период, когда мы встречались, ну, сначала знакомились, общались, потом мы встречались. И в какой-то момент я постепенно к ней переселился. А сначала оставил свою зубную щетку, потом... Ну, примерно так и было, да? Потом носки, да? И все, а потом пришел с сумками. Проверял почву постепенно так. Что-нибудь скажут? Нет, ничего не говорить, значит, так и должно быть. Это ваша гостиная, да? Да, это гостиная. Вы тут, кстати, много, мне кажется, снимаете ваших видео для Инстаграма. Запрещенная соцсеть, друзья. Здесь, да, удобно снимать, большое пространство, все есть. Кухня красивая. Светло. Светло, да, здесь такое прям классное. Классные соседи. Мы очень часто, ну, не очень часто, скажем, по выходным мы здесь закатываем вечеринки и проверяем их на прочность. И большой респект соседям, которые никогда еще не... На нас не жаловались. Не вызвали пока еще, да, никого? Тут громко играет колонка, здесь иногда мы с друзьями поем песни под гитару в 4 утра. Вообще... Нормально? То есть, либо здесь очень стены... Тут очень хорошая шумоизоляция. А, вот, я говорю, здесь стены, видимо, толстые, они просто не слышно, поэтому... Ну, либо на тебя смотрят, думают, так, с ним лучше. Ну, как смотрят, слышат. Видимо, он хорошо поет. Нет, нет, ладно. Они же знают, кто здесь живет. Наверное, уже присмотрелись, думаю, так... Нет, мы, кстати, очень редко здесь встречаем соседей. Я видел один раз какую-то девушку, один раз, вот, в соседнюю дверь заходила, и больше я никого не видел. Ну, я пару раз тоже видел. Бывает вот такое, знаешь... А, да? Да, мы как-то не встречаемся с ними. Видишь, как-то в разное время, видимо. Или, может, никто не живет, может, просто устоит квартир, такое же тоже можно. Может быть, ну, вот мы сейчас планируем, на самом деле, даже отсюда съезжать в дом. За город. И хочется жить за городом. Поэтому квартира вообще классная. Снимать. Тем более, ребята, вы пожили свою энергетику уже здесь. Слушайте, ну, мне кажется, что идеальное пространство, особенно для съемок, потому что вы же все время что-то снимаете. У вас такой прям активный инстаграм, составленный такой из всяких видео, рилсов, вот этого всего. Кто придумывает? Это чья идея? Это как-то совместно всегда происходит. Да, мы с Саней очень в плане творчества сразу же нашли такую коллаборацию, что нам легко. Она очень быстро дорабатывает какие-то мои идеи. Я подсказываю ей, и у нас создается что-то такое. Подхватываем друг друга. Да, подхватываем друг друга. Что-то общее. Плюс еще же, ведь это такая индустрия челленджевая. То есть мы видим какой-то челлендж, когда кто-то запустил, если он нам нравится, он нам подходит в нашу концепцию. Мы его там переснимаем или переделываем как-то по-своему. А как вы вот распределяете, для кого это будет видео? А мы как-то совместно все. Ну мы сейчас, да, у нас по большей части рилсы вообще все совместные. И они очень круто залетают у нас, поэтому так и надо знать. Будем продолжать, да? То есть вы объединяете их, и поэтому они появляются на двух страничках, и они, получается, на две странички работают. И на две странички работают, ну и помимо этого просто, я так понимаю, алгоритмы и статистика говорят о том, что людям интересно именно на нас смотреть вместе, на наши совместные рилсы. То есть по отдельности вы уже не так классно заходите людям? Тоже классно. Тоже заходим. Тоже заходим, но нам прямо как-то из-за того, что мы 24 часа вместе с удовольствием проводим время, нам прямо даже и это и удобно, и выгодно одновременно снимать какие-то совместные работы делать. Очень не люблю систему в отелях «Все включено», потому что из таких поездок я стабильно привожу пару лишних килограммов. Единственное, где все включено мне необходимо, это в мобильной связи. В Beeline есть удобный тариф App, который позволяет подключить домашний интернет и дает доступ к фильмам и сериалам Beeline TV. Тариф App – это возможность использовать услуги в формате 3 в 1. В Beeline TV вам будет доступно более 14 тысяч фильмов и сериалов бесплатно. А еще, внимание, все без рекламы, которая появляется в середине просмотра и застает тебя врасплох. Чтобы сделать свой тариф еще более выгодным, добавляйте домашний интернет и платите за все сразу. Все подробности по ссылке в описании. Смотри и управляй Beeline TV и выгодно подключай домашний интернет в тарифе App. Познакомились вообще изначально на ВК-фесте. Познакомились. Она мне так сразу же запала в душу. В Москве, который проходил, не питерский. Летом познакомились на ВК-фесте. Мы вдвоем туда приехали по работе. Получается. И вот просто я от нее не мог отрывать глаз. Вот. А ты знал вообще ее до этого? Ну, видел ее в Инстаграме? Нет. Просто увидел на ВК-фесте? На ВК-фесте познакомились. Мы, оказывается, еще оказались коллеги в одной компании Insight. Мы подписаны как блогеры. В агентстве. Да, да. И Саня сделала мне фотографию на пленку. Она часто носит с собой фотоаппарат пленочный. Да. Но ты его узнала? Ты знала, кто это? Да. 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 Я его узнала. Я подошла и говорю, давай сфоткаемся. Ты смотрела сериал «Реальные пацаны» или ты музыкальные какие-то клипы видела? Нет. Я сериал смотрела. Я помню. Смотрела его. Первый сезон точно смотрела. С ней тогда гулял ее менеджер. И это она ее подбила. Она говорит, давай-давай, иди. И говорит, пойдем. Он там, Иван, давай, иди сфотографируйся. Тебе надо там до сторис. И все, мы познакомились. А ты что, увидела, что он на тебя смотрит и думаешь, да, там тем более. Не-не-не. Он выходил, я к нему подошла. Вот Ксюша, она сказала, говорит, вон там Вова идет, иди с ним сфоткаться. Я подхожу к нему и говорю, привет, давай сфоткаемся. Он говорит, давай. Мы сфоткаемся. Я тоже был со своим менеджером. И он мне говорит, ты че, это же Саша колокол. У меня три миллиона подписчиков. И все, и мы дальше с ней общаемся. Там вино такие. Подожди, а ты дальше там на вечеринке общаешься? Винишко там, я в свой глаз не могу оторвать. Мои менеджеры это все видят. И в какой-то момент, короче, они меня отправили на студию. Мне надо было работать на студии реально. А я никак вот не отлепал просто. Мне вот прям было необходимо. То есть вечеринки, они решили тебя отлепить от Саши и отправить. Да, у меня было на студии ехать работать. И они, короче, меня на машину, значит, посадили. Ну, не так прям посадили. Я имею в виду, что мне надо было ехать работать. Тем более мне как раз Вова Джефф говорит, у него вообще-то семейный контент. Двое детей, там, муж, все дела. И как бы ты это. Ты куда лезешь? Я такой, да ну ладно, окей, окей. И мы не общались где-то, наверное, месяц. Я не знаю сколько. Ну, какой-то прям такой большой период. Ты не написал ей в Инстаграм, потом в Директ? Нет, не написал. У нас даже были контакты. И потом мы просто списались. Нет, потом я тебе скинула фотки твои. Саня оцифровала вот эту вот фотографию, которую делала на пленку. Скинула мне, мы пообщались. Она сказала, что она едет на Алтай. Я говорю, Алтай, круто. Я бы тоже хотел там побывать. И вот. Но тоже, опять же, не так, чтобы там, а что ты одна едешь? Вот этого не было. Почему и почему до чего. Просто еще через какое-то время мы договорились о совместных съемках в фитнес-зале вот у нас. Типа сделать совместное видео для Инстаграма, да? Ну, вот этих, да, роликов для снимать. Ну, понятно. Для Явты, для Инстаграма, для вот таких соцсетей. Все поснимать, как вот дружественные блогеры. Мы вместе в Инстаграме. И вот. А ты знал, что Саша расходится с мужем или развелась? Я не знал. Я не знал. Она мне скинула фотографии, мы пообщались насчет Алтая. Дальше я там вот не стал выяснять, а что без мужа на Алтай? А вот это. И вот ты как раз на съемках, как сейчас помню, про Соню я пришел тоже, спал и надо было уже идти. Я прихожу и там вот Саня в шортиках этих белых топики. Вообще сразу проснулся. Проснулся и еще немножечко, немножечко, знаешь как это? Немного засмущался, проснулся, немного засмущался, но потом мы как-то так вот раззадорились. Да, поснимали ролики в фитнесе и вышли вниз пообедать вместе в ресторан. В ресторане вот как раз сняли вот этот самый наш первый ролик, который прям там на месте придумали, сняли этот рилс. Мы его выложили, он у нас прям круто зашел. Да, сразу залетел. Прям люди увидели, что вы подходите. Ну как-то, да, это видно. У нас там просто одинаковый лук был. Это видимо энергия какая-то. И с тех пор мы вот стали общаться. С того дня, да. С того дня. Переписываться. И уже тогда подробнее познакомились о нашем, как сказать, личном положении дел. Ну, то есть, получается, ты уже к тому моменту уже с мужем разошлась. Да. И поэтому ты уже как бы дала понять. Как свободная женщина, да. Дала понять, что я уже освободилась, как бы. И что, вы это обсудили? Вышла в аккурат, в общем. Просто все произошло в нужный момент в жизни у каждого. Тогда, когда это должно было произойти. Я тоже думал, это какой-то такой судьбоносный момент. И чем дальше мы с Аней двигаемся вместе, я все больше понимаю, насколько глубока может быть связь. Когда есть общие интересы, есть любовь, есть взаимопонимание, поддержка. И вот такое постоянное чувство, постоянное чувство нужды в друг друге. Нужды в друг друге. Мы прям очень нуждаемся в друг друге. Несмотря на то, что все время вместе. Да, да. Ну не все время вместе. Знаешь, как я говорю? Работа-разлучница. Саня, работа-разлучница. Я пошел. Мне, конечно, надо там съемки, гастроли какие-то эти. Но моя боль, я бы ее везде в кармашки носился. Можно мне мачо на Кокосовом? Лаур, Кокосовая закончилась. Я тогда сама закажу. У меня в телефоне очень много приложений с магазинами и доставками. Но чаще всего я пользуюсь Сбермаркетом. В нем я заказываю и продукты, и лекарства, и разные другие мелочи. Мне очень нравится, что в Сбермаркете можно выбрать доставку из огромного количества магазинов. И теперь тут появился самокат. В нем есть все, что я люблю. И всегда свежее. Так, кокосовое молоко. Есть. Пара батончиков. Фрукты и ягоды. Хлебцы. Закат можно сделать прямо в приложении Сбермаркет, а доставка бесплатная и займет от 15 минут. Кстати, до 99% от суммы заказа можно оплатить бонусами Сберспасибо. Ого, сегодня еще быстрее, чем обычно. И вы порадуете себя чем-нибудь вкусным и полезным. Кстати, у меня для вас есть промокод FAME TIME, по которому вас ждет скидка 35% на первый заказ из самоката через Сбермаркет. Всю информацию я оставлю по ссылке в описании. А я пошла пить мачо. Саша, расскажи чуть про свою блогерскую деятельность. Сколько лет ты этим занимаешься? Уже больше шести лет, получается, я веду блог. Начинала его вести еще до рождения первого своего ребенка. Начинала вести я без какой-то надежды на будущее. Просто мне это нравилось. И это была такая творческая душина, наверное, моя. И я начинала вести. Рассказывала про спорт. Я тогда готовилась к фитнес-бикини. Я так и не сходила, кстати. Я забеременела первым ребенком. Но я об этом рассказывала в Инстаграме, делилась. На меня начали подписываться. Я увидела, что у людей есть интерес. И так потихонечку начала развивать. Ну и, конечно, такой самый большой толчок был, это когда я родила первого ребенка. Это прям сразу мой контент сменился материнством, лайфом. И уже спорт так ушел более на задний план. Как твоя аудитория отреагировала на появление Вовы в твоих соцсетях? Как моя аудитория? А как она отреагировала? А ты расскажи. Что рассказать именно? Скажи, а как долго ты тянула интригу? Мы тянули интригу. Ну ты, кстати, да, ты сначала написала о том, что ты разошлась со своим супругом. Да, да. А потом ты дальше постепенно сообщала о том, что, значит, у тебя кто-то есть, но как бы не рассказывала до конца, кто это. Ну да, но Вове просто было проще, потому что он, в принципе, Инстаграм особо не ведет так, как я, да, там не выкладываю какой-то лайф. А у меня, получается, была такая ситуация, что мы практически каждый день круглосуточно были вместе. Мне в любом случае, ну, нужно заниматься блогом, что-то выкладывать, а мне было сложно, я думаю, что я выложу, как мне выложить, что показать, что рассказать. И еще было сложно, что я, в принципе, всегда очень искренне со своей аудиторией и всегда делюсь вообще всем, что у меня происходит в жизни, чтобы люди, ну, тоже видели и понимали, что мы все такие же люди. И я в тот момент чувствовала такую какую-то недосказанность, что вот вроде бы я должна рассказать, но в то же время вот пока не рассказываю. Ну, вы ждали какого-то определенного момента, что-то должно было пройти, время или как? Ну, мы как-то просто, просто на это решались со временем, даже не решались, как это, да, мы как-то думали, как вообще это преподнести, и потом Саня меня начала выставлять по деталям. Ага, то есть какая-то зона тела. Ну, ребята, тут вот рука, здесь, там начали подписчики, да это Вован, да нет, это не Вован. А то есть кто-то даже догадался, да? Да нет, это Анна помирилась со своим бывшим мужем. Что еще писать? Да, да, еще. У вас типаж. Да, это же его кроссовки, ни у кого таких кроссовок нету, там началось. А что-то еще смешное писали, помнишь, про часы, про часы еще. Да, часы, ну там, в общем, на самом деле, среди, среди аудитории очень много детективов вообще. Да, да. Они любят вот это вот расследовать, понять причинно-следственную связь, и очень у нас прям... Ну, и вот как вы решились в итоге какой-то сделать камин-аут, так скажем? Да, вот, знаешь, как... Ну, в один момент просто поняли, что уже нет смысла скрывать, ну, ведь на самом деле всем уже было все понятно. Потому что ролики вы делали совместные, то есть... Знаешь, были идеи, были идеи, это как-то там заявление. Фактически, вот, твоя передача сейчас и будет основным заявлением, или, скажем так, раскрытием этого всего. Эксклюзив, друзья. Эксклюзив, да. Ну, по факту, короче, я понял, что я не хочу вообще перед кем-то оправдываться и что-то говорить, как, что-чего произошло. Мы просто вот так вот сверху... Мы поехали за город. А, мы поехали за город на выходные и просто сразу же встали вместе с... Ну, как будто вот уже... Не, у нас была смешная история с масочкой, плачущей в инстаграме. А, да, самое прикольное, это мистико-плачущая маска. Да, вот это такая, где ты рыдаешь. Это вам не в инстаграме, а в снапчате, нет? Ну, она там тоже сейчас есть. А, сейчас все же поймешь. И мы первые в сторис вышли вот в этих масках. Мы с ним на масках плачем, я тебя так люблю. Ну, да, мы должны вам признаться. Я люблю тебя, Саня. А я тебя так вот даю. Кстати, мы этих персонажей обновим обязательно, мы поснимаем. Это очень смешно получается. Любовь до слез такая. Что делает Саша особенный для тебя? Насколько это может быть человек творческий, интересный, проработанный в себе. Ну, то есть она уверена в себе и многое так вот работает над собой, чтобы стать настолько безупречной. Ну, для меня вот очень-то безупречный человек. Ну, то есть это на такой уровень взаимопонимания, такой уровень осознанности. И, безусловно, у меня вообще ее преданность мне и вот это наше общее. Ну, оно, это чувство как-то родило одно другое. То есть я увидел сначала вот это стремление ее ко мне. Я ответил таким же стремлением. Ее стремление стало еще больше. И вот эти вот лучшие чувства, они как будто нарастают, и все становится больше и больше. Вот. И я вообще, я такого никогда не ощущал. Никогда не ощущал. Как ты изменился? Хотя у меня такая жизнь, что примерно... Ну, у меня было много именно таких длительных отношений. Там 4 года, 2 года, 3 года такие. Ну, это, в общем, это новое что-то, что я ощущаю. Как ты изменился в этих отношениях? Я стремлюсь стать лучше. Я... С ней мне ничего не стоило отказаться от алкоголя. Отказаться, наверное, даже в той праздной форме, которую я привык для себя выполнять. То есть, ну, там, выпивать, там, так. Я понимаю просто, что это не очень полезно для души и тела. Но, тем не менее, мне это ничего не мешало. И мне это всегда, к этому было стремление. Но вместе мы с ней договорились о том, что мы можем, ну, мы там себе это можем позволять в каких-то таких рамках, которые сами же для себя друг до друга эти правила обозначили. И она для меня настолько чистый кайф, что у меня действительно вообще даже нет этой потребности сейчас. И это все выстроилось в такую жизнь, что я хочу меняться сам к лучшему. Хочу больше приводить себя в форму, образовываться вместе с ней. Много просто делить вместе с ней, в том числе и образование, и, не знаю, фитнес-зал, и какие-то, не знаю, хоть кружок кройки шитья. Я очень внимательно отношусь ко всему, что вижу, слышу и читаю. Если какой-то контент меня не развивает, я от него избавляюсь. Даже сериал должен меня чему-то научить и заставить задуматься. Именно это я могу сказать про сериал «Сансара», который смотрю в «Окко». Сам сюжет действительно впечатляет. Не припомню похожих в других российских сериалах. А главным саундтреком там является трек «Баст» и «Сансара», один из моих самых любимых. Сейчас расскажу в двух словах о проекте. Главный герой попадает в петлю времени с обратным течением дней. А потом с ним происходят события, которые принято назвать эффектом бабочки, когда маленькие ежедневные решения могут изменить будущее других людей. Это драма о действительно важных вещах с Кристиной Асмус и Павлом Деревянко в главных ролях. Это сериал о любви к ближним, о честности, заботе и доброте. И у нас для вас есть специальный промокод «Сансара» на 60 дней за 1 рубль по подписке «Оптимум». Подробности по ссылке в описании. У вас три кроватки, да? То есть вы, тут все детки остаются, Ева тоже остается, получается, иногда, нет? Нет, Ева не оставалась. Здесь еще я... У нас три кроватки, потому что София, она ей сейчас три годика, и она привыкла спать вот в этой кроватке. Эта кроватка еще стояла в спальне, она пока что еще не хочет переселяться на более взрослую, ей как бы комфортнее в этой, поэтому вот она сейчас... Чтобы в процессе, короче, это переучивание, я через это сейчас прохожу, поэтому очень все это знакомо. А вот как отнеслись детки к твоему появлению? Мне кажется, очень легко они отнеслись, и как-то Вова очень быстро нашел язык с детьми, и они как-то все так воспринимают в игровой форме, легко, конечно, задают какие-то вопросы, которые их интересуют. Ну и в принципе, когда я расходилась со своим бывшим мужем, мы все объяснили детям, как положено, рассказали им, что вот в жизни так бывает, что все равно у вас есть два родителя, мама и папа, и мы вас также любим. Поэтому у нас в этом плане все прошло вообще очень хорошо. То есть вы, в принципе, так как объяснили, дети остались с тобой, да, они с тобой живут, ну, с вами, получается, живут. И ты когда сюда приехал, ты как рассказала, как вы познакомились вообще? Ну, сначала Вова был друг. Просто мамин друг. Мамин друг, да. Ну да, но это как-то быстро... Быстро, да, как-то... Ты как-то подкупал их, ну, не знаю, подарками, чем-то еще, какие-то там... Да нет, Вова больше отношением, наверное, подкупил, потому что он действительно очень хорошо относится к детям. Мы, во-первых, стали сразу большими друзьями. Да. То есть у нас сразу появились очень общие интересы, это машинки, это какие-то игровые моменты. И я так воспринимаю, вот я люблю Саню, а дети это и есть Саня тоже. И мы вот, вот когда дети, у нас так прямо так весело, озорно, и в каждом из них я вижу проявление просто моей любимой Сашки. И поэтому это как-то становится просто единым таким чувством. А с Евой ты знакомилась уже? Или пока еще вы не знакомились? И все пока не знакомо. Да. На этом фронте там у нас... Пока... Я думаю, к выходу этой передачи уже все прояснится. Просто дело в том, что они уезжали, ну, уже после того, как я им тоже все... Ей, точнее... Рассказал, объяснил. Не Еве рассказал, а Вике, своей бывшей жене, рассказал о том, что я нашел свою любовь. Вот. Они потом уехали в Таиланд. Они были долгое время в Таиланде. Потом они были в деревне. Потом Ева гостила у моей мамы. Жила там в Пермском крае. И все еще мы как-то не рассказали ей об этом. Вот. Но в ближайшее время это произойдет. Потому что... Ну, какой-то... У Вики есть какая-то... Какая-то, там, не знаю, осторожность, что ли. Ну, страх. Какие-то свои, да, переживания по этому поводу. Вот. Но... Это по-любому нужно сделать, потому что, ну, я действительно... Вот это меня очень сильно... Очень сильно меня триггерит, что мы все еще нечестны перед своей дочкой. Вот. Но обязательно это сделаем. Вот. Поэтому нужно просто на это... Еще, видимо, немного времени. Ты разошелся с супругой. Когда это произошло? Это произошло, наверное... Ну, мы в... Мы официально еще не развелись. А произошло вот именно расхождение так, что у нас разные пути. Это достаточно давно. Это, наверное, уже годы. Может быть, два года. Вот. Попытки, возможно, даже какие-то были, я не знаю, насколько это было там... Это... Сверхусилие мы для этого прикладывали или не прикладывали усилие. Надо было это нам. Наверное, не надо было нам, раз мы не прикладывали для этого оба каких-то сверхусилий. Ты имеешь в виду усилие для того, чтобы сохранить брак и отношения? Да, для того, чтобы сохранить. Мы вообще просто изначально... Я сейчас очень постараюсь говорить только со своей стороны и о себе. И ни в коем случае не хочу приходить на личности, потому что здесь ее на интервью с нами нет, чтобы мы тут каждый свое мнение сказали. Я просто скажу, вот как... Как я вижу, и как вот мы вообще в целом и с ней в том числе делились. То есть, когда мы заводили семью, это было основано, наверное, по большей части на общем желании завести ребенка. Я очень хотел порадовать свою маму. У нее нет внуков. И мне на тот момент было вот 30 уже с лишним лет. Я думаю, ну, надо. И вот мне попался такой человек, с которым мне было комфортно, который стал мне таким... ну, как бы хорошим другом. Вот я бы так сказал. Мы как-то как бы прикалывались, ладили, неплохо ладили. И так все было. И так, ну, давай, может быть, если что, не понравится, разойдемся. Я говорю, окей, мне подходит. Вот. Ну, в общем, это как раз собственно и начало. У нас появилась прекрасная дочь. Нас очень сильно она радует. И в целом, получается, игра стоила свечи. Вот. Единственное, что вот я сейчас действительно бы поменял, это развестись раньше. Потому что сейчас это становится как бы немножко энергетически. Это действительно как-то возвращает иногда к этой мысли. Хотя это формальный штамп, который в целом, ну, я это предлагал, иногда говорят, да зачем это надо? Все нормально же, живем, живем, как бы, есть, есть. То есть вы, получается, жили в браке, но при этом близости у вас как у любящих людей не было? Можно так сказать. Можно так сказать, да. Такой любви, чувств того, что держат двух людей вместе. Пожалуй, так. Единственное, что вас держало вместе, это дочка, получается. Да. И в инстаграме... Но это с обеих сторон, то есть это не то, что... Это, пожалуй, с обеих сторон. Я бы так сказал. Вот. И в инсте я как бы транслировал то, что вот... Ну, все понимают, что вот эта жена, эта дочь, мы как-то счастливо выглядим в кадре. Ну, и люди, наверное, понимают, что это счастливая семья. И сейчас, когда так вот у нас произошло, люди начинают обвинять, что я ушел из семьи и так далее. Хотя в целом это очень взаимно просто все и органично произошло. Ну, какой-то был разговор у вас все-таки, который положил точку? Когда я говорил, что я влюбился и что я хочу строить отношения с Саней, что у меня большая любовь и что это очень серьезно, она сказала, что ну, я рад за тебя, что ты кого-то нашел. вот, кто тебе дорог? Собственно, вот, сейчас, но я считаю, что, может быть, разведись я раньше с другой стороны, я, возможно, бы не встретил Сашку. Поэтому все как-то в наше, все это закономерно так развивается. Я жалею, что я не развелся, но с другой стороны, может быть, все складывалось вообще иначе. Наступило время немного зарядиться энергией. И нет перекуса лучше, чем бутерброд с колбасой. Вкус знакомый каждому. Обычно это первое, что приходит в голову, когда хочется есть. И это можно быстро приготовить. А еще это очень вкусно. Ну вот, Ева, ты сказал, что вы еще не разговаривали с ней, она еще не знает. То есть, но у вас должен состояться с ней, по сути, разговор. Да, у нас должен разговор состояться, ну, потому что, да, у Вики есть там определенные какие-то страхи и сомнения о том... Я хотела спросить, почему до этого момента то есть, просто потому, что не было возможности с ней сесть и времени, вы не виделись как-то вместе на троих, чтобы поговорить с ней раньше. Потому что, ну, я хочу поговорить с ней, потому что мы с Викой сели и все ей объяснили. То есть, получается, все это времени не виделись с Викой, чтобы... Ну как, мы увидимся, но это опять же так, это опять же продолжение иллюстрации благополучной жизни вместо того, чтобы быть правдивым перед своим ребенком. Так, Ева не чувствует, что что-то происходит, что... Она не чувствует, потому что она видит любовь к ней обращенно. Вот. Но в целом, любви у нее достаточно. Вика очень прекрасная мать, она о ней много заботится и развивает, и тратит на нее время, и она без нее жить не может, и души в ней не чает. Я просто обожаю свою дочь и просто в каждой встрече это у нас какие-то... У нас есть совместные игры, там, в медведя, в волка, короче, в разные там у нас есть фишечки. И мы так вообще здорово проводим и время, и развиваемся, и рассказываю. Такой у нее сейчас период, когда многое приходится рассказывать о жизни. Вот. И наступил момент, когда нужно рассказать, что вот в жизни еще бывает так. И... Вика здесь пока не совсем на это решается. Вот. Я могу сказать даже за себя, что как этот разговор повести, это тоже такой шаг. Даже из-за того, что я уже это решил, в любом случае, надо делать в ближайшее время. Но я понимаю, я понимаю где-то ее эти сомнения, что она переживает за дочь, за то, что насколько серьезные мои такие чувства, чтобы сейчас ее знакомить с, скажем, для нее новой мамой, что какие я ей... Ну, что это в ней породит. В общем, она за нее волнуется. Но мы не можем обманывать детей, мы должны быть перед ними честны. Кто главный по кухне? У вас есть такое, что вот Саша или Вова? Ну, Саня, Саня главная по кухне, она меня познакомила с такими блюдами, как боул. То есть ты, как зожница, пришла в твоя жизнь и навела порядок. Да, боул, значит, она готовит мне картофельные вафли, окейки. Кажешь зожные, без глютена, без овсяночки. Я понял, вам есть о чем поговорить. Я пошла. Ну, и что, ты почувствовал, как ты оздоровился за это время? Мне понравилось, ну, просто мне на вкус нравятся вот эти боллы. Это вот банан вместе с авокадо, который перемешанный, да, там, вот он получается и сладко, и полезно одновременно. Слушай, банан, это ты уже говоришь про какой-нибудь смузи, нет? Нет, нет, смузи-болл. А, смузи-болл. Смузи-болл, да, смузи-болл. А сверху ты посыпаешь всякими штуками? Там ягоды сверху свежие, а, значит, тыквенные семечки, я вот как сейчас помню все, мелко нарубленный на миндаль либо другие какие-то орешки. Вот чем ты подкупила, я поняла. Да, да, едой. Это только один из пунктов, чем она подкупила. Да, ну, это вот приятно, конечно, начинать утро с такого завтрака, наполненного вкусами и любовью. Вот у нас тут кофемашина есть, вот замечательно. Кофе ты умеешь готовить? Вот это моя боль, да. Потому что она очень странная. Она, короче, ее надо... Я вообще не знаю, я с ней мучаюсь каждый раз, но вот это часто на мне. Отчистить лоток, а там она что-то выдает, у нее какие-то свои, загоны, я все еще не могу до конца ее вот как бы понять. Вот она... Есть решение, надо купить стационарную другую. Вот такой вот, где есть всякие. Да, это вот наш следующий шаг. Это следующий там, когда уже переедете. да, потому что вот эти встроенные, они часто немножко тупят, их надо вечно то чистить, они там... Да, очень сложно. Ну, ну, нет, я просто так вот, вот чтобы ты понимала, вот чтобы ты понимала. Друзья, это очень важно. Сейчас надо посмотреть. Очень важно, Ну, смотри, ладно, ладно, вот этот вот, ну, вот этот вот полностью лоток, в него наливается вода, вот что... Вот сюда наливается? Не-не-не-не, я имею в виду, слив вот сюда уходит. А-а-а. И вот этот вот, представляешь, вот эту букву вот T. Ладно, все, понеслась. Вот как ее, как ее донести до раковины? Нельзя было придумать лоток. не покупайте вот этот бренд. Лоток, который, который как-то будет, ну, просто не такой вот, какой-то громоздкий. Ты представляешь, вот так вот идешь и маневрируешь с этим. Ну, вот я сразу вам продемонстрирую. Анти-реклама вот этого бренда. Это вообще жесть какая-то, да. Друзья, не покупайте. Ты 13 лет назад принял предложение играть в «Авана». Вот. Ты помнишь себя того? О, эм, я... Каким ты вообще тогда был? На тот момент я закончил институт, как, наверное, два года или два, или три. Такое было... Это был какой-то, 2008 год был какой-то очередной кризис. Хотя до этого я уже, я выступал в «Камеди-клаб». У нас был с Антохой, уже с нашим рыжим Антохой. И Эдик тоже у нас был. Да, с Антоном Богданом. И Эдик, который из сериала, Стас Тляшева зовут. Мы все одногруппники. И мы... У нас был такой юнит в «Камеди-клаб». Мы показывали миниатюры. И к тому моменту очень-таки у нас были большие успехи именно в плане «Камеди». Мы приезжали часто сюда, в Москву. Здесь выступали в «Атриуме» на площадке. Нас показывали уже даже по телевизору пару раз, как региональных резидентов. Отвернись давай отсюда! Степан, что? Ну ты что в холостую-то чепушишь? Давай со мной! Давай! Кого ты знаешь? Да, Паш, что ты мне говоришь? И в «Смехе без правил» такая была передача. Мы выступали. И я тогда прикоснулся уже к первым таким росткам популярности. Многие там узнавали на улице. О, Sex Pistols! Это наш так назывался дуэт. Трио-дуэт. И потом вот внезапно, короче, вот этот кризис. Плюс в регионе, в Перми почему-то перестал быть нужен этот «Камеди-клаб». Мы как-то перестали зарабатывать вот на том, что мне уже казалось какой-то основой. Вот. И ушли в свободное плавание, писали какие-то сценарии смешных роликов, сценарии для свадеб. Ведущими работали. Вот такая нерегулярная работа. Я помню, что это, ну, было достаточно по-разному. Короче, то густо, то пусто. И потом мы втроем открыли бар. Блэк-бар он называется. Может, он до сих пор есть в Перми, не знаю. Правда. Так успешно открыли, то есть минимум вложений и максимум как-то по публике он понравился. И вот мы втроем воротили этим баром. Там у каждого была какая-то зона ответственности. И я тогда понял, что точно ресторанный бизнес пока не мое в целом. И во время примерно этого процесса приехал, Антон Зайцев, автор идей. И он говорит, слушайте, мне вот там с Коляном было все сразу определено. Но мы немного отдельно тогда существовали, потому что познакомились когда-то на КВН, потом я из КВН совсем ушел. Ну, мы были знакомы, но... Не общались. Не сильно общались, да. И они кто-то там вот этой КВН-комьюнити там двигались уже, кто-то в Москве были авторами, писали там для солдатов счастливые вместе еще какие-то проекты. Вот Зайцев так, например. И он выносил в это время вот свой проект. Видел в этой главной роли Коляна. У него были эти два друга уже вот с таким характером в целом, как в сериале. И другой наш наставник, Антон Щукин, тоже из Перми, автор сериала «Физрук» еще нескольких сериалов из «Госстори медиа». Он подсказал просто Антону Зайцеву попробовать нас на эту роль. Не попробовать даже, в целом мы снимали сразу пилот. Говорит, ну возьми вот этих пацанов на роль, они точно подойдут. И все, мы нас взяли на наши роли. А к тебе как? Пришли и сказали, что вот есть такая идея, давай снимать? Да, я как сейчас помню, что Антон Зайцев пришел как раз к нам в бар, мы его там встретили, спросил, как дела. И говорят, вот Жанка будет снимать этот сериал, не хотите ли себя попробовать в роли. Мы даже не спрашивали, что это, куда пойдет. Они в целом тогда и сами пока не осознавали, что они будут с этим делать, была просто идея. Конечно, мы с радостью согласились. То есть идея тебе сразу понравилась? Я вот не помню даже, как это, да, он, наверное, нам ее обозначил, так на пальцах рассказал примерно, что о чем, оставил, наверное, сценарий. Мы почитали, посмеялись, не совсем было сразу понятно, что это такой будет за формат. Но когда мы стали снимать, как-то это сразу так завлекло. И чувствовалось, что в этом есть свежесть вообще в этом решении, что-то новое. вместе с этим новым это такое непонятное на тот момент, вообще непонятный такой формат, что я-то, я-то всекал, короче, фишку, а вот думал, а как к этому относится люди. Но я даже тогда об этом не думал. Мы сняли этот сериал, думал я об этом попозднее. 40-минутная получилась серия такая длинная. А сколько снимали? День? Нет, дней, наверное, пять. Из них я, может, снимался дня три. Вот. И потом... Ты много от себя привнес в героя? Да, да. Там была... Ну, это уже когда мы стали работать над дальнейшим, над первым сезоном, вот там уже была, знаешь, такая проработка и по диалогам, и по всему. И была вот вообще изначальная установка Антона Зайцева обживите этих персонажей своими повадками. Вот, типа, попытайтесь... Ну, незабываемого вот об этом говоре пермском и как-то, ну, что-то вообще свое просто принесите жизни. И вот... Это что получается? Ты, что ли, телефон-то насадил? Я перезвоню. Да ты что, Колян, мой, что ли, это мой телефон? Нормальный чертеж. Я тебе говорю, это мой телефон, Колян! Вот так вот, братан. Это реальная жизнь. Я... Ну, вполне как-то мне это так органично удалось. Мы сняли эту 40-минутную серию, и все, они пропали. Они пропали где-то... Вам заплатили за это что-то? Не-не-не-не, это было чисто по фану, это был, ну, я не знаю, тогда это воспринимался вообще как кастинг какой-то, даже как какая-то оплата, ну, то есть, даже об этом разговоров не шло, нам было самим интересно, правда. Вот, они пропали на год, через год, мы летом сняли, а вернулись они к нам весной, ну, то есть, чуть меньше года прошло. И они говорят, все, канал подписал, значит, заказ на 50 серий, они в итоге эту 40-минутную серию сократили до 25, вот, нынешнего формата, и то, что обычно является пилотом, и потом иногда меняют режиссеров, актеров, там, что-то, если не нравится в... в касте меняют, потом в первой серии переснимают ее, скажем. Тут все звезды сошлись, даже ничего переснимать не стали. Они просто сразу же, телеканал сделал заказ на 50 серий, и мы начали снимать первый сезон 16 или 20 серий, как бы, из этого, из этого полтинника. А контракт ты подписал на вот этот вот, на все вот эти 50 серии? Да, на эти 50 серии, я помню, у нас, но тогда, наверное, не было понятия, вообще, индустрии, потому что мы были от индустрии далековато. Я помню, что у меня была помесячная зарплата долго, не посменная, а просто в месяц воплотили какую-то фиксированную сумму. Какая это была сумма? Первый сезон 75 тысяч рублей или 70 тысяч рублей в месяц. Просто в месяц получается? Просто в месяц получалось 70 тысяч. Это может быть 20 смен, а может быть... Именно так и было. Вот. И мы, мы этот момент обживали, мы первый сезон прямо так тщательно сами под себя что-то переписывали, переделывали, Зайцевы говорят, нет, еще работайте подробнее, мы еще садились, подробнее работали. В общем, это было такая в общей связке, мы хотели добиться результата, у нас еще не было с департаментами до конца понятно, кто будет чем заниматься, поэтому тут авторский с актерским у нас очень был такой мощный союз, да, и, ну, это, конечно, дало плоды, что мы в итоге набили руку и поняли, как это все должно работать. Ну, вот вы, когда запускали в эфир и вообще подписывали этот контракт, ты мог себе представить, что это продлится столько лет вообще, что сериал будет бесконечным практически? Скажу честно, у Антона Зайцева был замысел уйти на пике, ну, то есть, вот, когда сериал почувствует он, что он себя изживает или что-то, ну, что-то идет не так, он хотел, ну, то есть, все, закроем и все, потому что это культовая штука, это не должно так, ну, это должно вовремя остановиться, вот, но в итоге это стало настолько культовой штукой, что 12 лет у людей, люди ждут нас на экранах, люди ждут новых серий, есть такие ярые фанаты, есть те, кто говорят, ну, вот первый сезон у вас был, конечно, да, а потом что-то, ну, так, или там, я с московского сезона перестал смотреть, да, в какой-то момент мы уехали в Москву, это было и физически нам нужно, ну, не нам конкретно, а продюсерам было, во-первых, проще здесь производство налаживать, плюс они здесь были в обойме, потому что еще, помимо этого, Good Story запускали проект, и мы захотели попробовать, что же такое будет, если реальные пацаны оказываются вот в этих условиях, и мы переезжали, реальные пацаны переезжают в Москву, и как раз вот этот вот закон канала о новых камерах, мы в московский сезон, у нас вот такой лоск, вот такие новые камеры, все так красиво, вот, но люди это многие не оценили, не оценили, что реальные пацаны уехали со своего региона, что они едете туда же, в Москву, это и писали, и многие говорили, что и сезон не понравился, ну, то есть это от оценки вообще ситуации до, ну, короче, вкусовщины какой-то, все, много негатива было, и многие как раз говорят, что с московского перестали смотреть, ну, это наша история, я здесь это не отрицаю, просто это было, как было, и написали мы, значит, там 20 серий московского, и опять они начали продолжать московский, и Саня Синегунцев, и Саня Чита, один из авторов, который с самого начала пишет пацанов, такой душой всегда за проект, вникает во все, он просто убедил, в том числе Антона Зайцева, всех авторов, что они не должны оставаться в Москве, они должны вернуться в Пермь, потому что этого именно, реальные пацаны должны жить в регионе, и мы физически мы остались в Москве, но по сценарию мы вернулись обратно в Пермь, поэтому много съемок у нас проходит в Бала-Шихе, в каких-то других территориях Прим-Каде, ну, как минимум, за трешкой, пейзажи, где это напоминает напоминает нашу Пермь-Матушку. В заглавной песне для реальных пацанов есть такая фраза «Здесь реальные пацаны за моральное здоровье нации». Вот что для тебя значит эта фраза? Что она вообще означает в контексте фильма? Быть настоящим. В общем, все, что мы считаем гнилыми поступками это исключаем. Вот и есть моральное здоровье. То есть моральное здоровье заключается в том, что… Это, возможно, ну, совесть, можно это назвать. Можно назвать совестью, наверное, так, если обобщать. То есть ваши пацаны из сериала, они все совестливые? В финале каждой серии да. То есть фактически каждая серия это какой-то урок, который жизнь преподносит пацанам, чтобы быть совестливее. Они пытаются все время как-то жизнь вот эту обойти с какой-то такой странной такой стороны. Вот. Но им всегда в конце каждой серии прилетает за эту их попытку кого-то обмануть, что-то украсть, как-то схитрить. Вот, наверное, поэтому мы учим своим сериалам людей от противного, скажем так. не путевые советы острые, да, такие вот были. Вот. Что-то пытаются не сделать, и им от жизни из этого пролетает. Вот, наверное, это вот основной такой поучительный момент в реальных пацанах. То есть все-таки в конце каждой серии обязательно вы должны прийти к какому-то выводу? Да. То есть что-то понять? Как правило, Колян как раз подводит в дневнике своем в конце каждой серии итог, что он понял, что ему стало ценно из этой ситуации, что он вынес. и вот в этом есть такой поучительный момент. А вообще важно, чтобы у героев была некая эволюция на протяжении всего времени существования проекта? Ну, в нашем случае эволюция связана со временем в целом. Мы действительно стали старше и внутри у героев тоже там появляются дети, появляются, ну, как это, просто возмужали все, так скажем. но законы ситкома и в частности реальных пацанов в том, что персонажи со временем не должны меняться, чтобы можно было на этом строить какие-то юмористические такие сцепки, чтобы всегда образ Вавана работал как Ваван, чтобы образ Коляна был всегда Коляным. Но я безусловно уверен, что за 10, за 12 лет съемок сериала эта эволюция состоялась и некоторые моменты, которые казались бы раньше нормой, стали сейчас вот неприемлемы. Там, например, отношение Вавана к семейной жизни, то есть когда-то он был отъявленным холостяком, но когда у него появилась Валюха, он стал отъявленным семьянином. И это уже совсем другой виток, совсем другой отношения. И еще наши герои, они меняются вместе с вместе с нами как-то и точнее с авторами, которые это пишут, как будто герои сами наталкивают на какие-то события и такие важные сцепки внутри. Например, с Валюхой они нас пожелили, поженить, авторы хотели давно, очень давно, они пробовали это писать, у них это как-то все не получалось, все как-то не клеилось, но эволюция привела к тому, что в какой-то момент это стало как будто необходимым. Поэтому сценарий где-то пишется на небесах, если можно так сказать. Вы играете в самом популярном сериале у нас в стране, такой, можно сказать, друзья для России. Чувствуете ли вы ответственность, потому что, по сути, вы транслируете какую-то жизнь, которая должна либо чему-то научить, либо поучить чему-то? Знаешь, когда этот сериал, мы, когда у нас его купил телеканал, вот в целом определенный ценз уже сразу же был заявлен, потому что это телеканал. С происшествием какого-то, с прошествием времени этот ценз еще усилился, и мы в целом в этом цензе так и существуем. Но изначально самую первую серию, если посмотреть, вот она прям сильно пожестче всего остального, потому что мы, когда это снимали, неизвестно было, где это выйдет, возможно мы хотели делать это интернет-проектом, если бы это был интернет-проект, это было бы все гораздо жестче. Вот. И в том и в другом случае я чувствую ответственность только за качество продукта. За содержание, скажем так, мне кажется, любое содержание приемлемо, если это вкусно и если это не противоречит даже скажу незаконам, если сказать законам, не противоречит законам жанра и какого-то интереса, мне, я все приемлю, мне на самом деле интересно посмотреть какие-то, может быть, иногда какие-то такие нецензурные, пошлые, не знаю, шоу, программы и сериалы, которые максимально жесткие, это тоже очень смешно. Иногда что-то интересное посмотреть, просто красивое, милое, романтическое, все зависит от настроения и все зависит от нашего сознания. Есть, например, такая группа «Кровосток», моя любимая, еще со студенчества. Помни, пришли мы как-то к цыганам на серьезную терку, я взорвал штакет, цыгане насыпали горку. Которые, если понимать буквально то, о чем они читают в своих треках, но это можно вот так и говорить про ответственность и про все остальное, я к этому всегда относился как, ну, есть вот категория гангстер-рэпа, да, такое, когда ты слушаешь какую-то агрессивную музыку и как раз таки эта агрессия тебя не провоцирует на ее проявление, а наоборот в тебе растворяет ее. Вот, поэтому у любого творчества есть свои задачи. Главное, чтобы это было вкусно. Тебя устраивает все, что происходит, и вот ты уже много лет снимаешься в сериале, хотя многие ребята, с которыми вы начинали, кроме Коляна, там еще нескольких актеров, которые на протяжении всего времени тоже вместе с тобой снимаются, они уже ушли, они уже там какую-то свою другую карьеру и так далее, но тебя все устраивает, и ты планируешь оставаться до самого конца в проекте. А в пацанах? Да. Хм, хороший вопрос. На самом деле я об этом думаю, просто такое есть, во-первых, ощущение, что если я уйду, то возможно это, ну, тут будет, но я не скажу, что последней каплей, потому что, ну, последней каплей будет, если уйдет Коляна, только пожалуй. Ну, то есть, есть, конечно, ностальгическое какое-то отношение к этому проекту, но в целом, конечно, мне это уже, это для меня стало по фану давно. и... То есть, это не источник твоего дохода основной? Это не источник моего дохода, это чисто фан-история для людей, которые любят реальных пацанов, для меня, которые кайфуют на площадке, в своей компании, в своей тарелке, вот. Но, возможно, чтобы расти дальше, это потребуется. Да и я думаю, что мы скоро это уже так для себя решим, что, ну, надо бы, знаешь, как сделать? Надо бы сейчас проект просто закрыть, чтобы по нему соскучились, а потом через, это, снять там 20 лет спустя. Да, как универ. Реальные мужики 20 лет спустя. Да, как универ, вот снимали скетчи, так, но у них были тоже сейчас обижены. Ну, я не смотрел, но что-то не хвалили, вот кто смотрел, не хвалили. Надо сделать хорошо, если будем делать. потому что очень часто бывает, что в одну воду дважды не входишь, вот как секс в большом городе тоже не очень удачный. Ну, не знаю, вот я просто к тому, чтобы, в целом, знаешь, еще в чем суть, почему так мы долго существуем? У нас нет момента конвейера, то есть мы не снимаем в павильонах, и там нам нужна какая-то выработка, и мы за все это время, за 12 лет, сняли 300 серий 20-ти минутных. Это не так-то много для ситкома. То есть мы все время делаем штучный товар, то есть это так, это авторы, пока не напишут они сезон, мы его не приступаем снимать, у нас нет там каких-то прям дедлайнов, что надо когда-то. Если они, что-то там им еще не нравится, и надо переписывать, они сидят и переписывают, и переписывают, потом мы снимаем эту двадцатку, 20 серий за 4 месяца, и потом опять мы 2-3 года сидим, и сидим, ну вот поэтому я говорю про нерегулярность и про то, что это не основной источник дохода, конечно же, потому что вот есть 4 месяца работы, получается, для актера, реально пацанов, и то там, смотря сколько смен будет, да, и потом есть 2-3 года отдыха, подготовки к следующему сезону. И вот так вот мы по 20-20 серий там за 12 лет, вот оно и возникло, 300. О, неплохо у вас тут библиотека. Я, кстати, однажды утром просыпаюсь, Вова сидит за столом, ему не спалось, это время было, причем очень рано, 6 утра, да, что ли, или сколько это было? Не знаю, ну да, и что, а, я Чехово читал. Я читал Чехово. Вот так вот на стульчике ножки сложил, пьет, значит, кофе читает Чехово, да. Ты любишь читать? Неа. Просто решил, раз тут уже стоят эти книги, надо... Ну, я могу, конечно, оценить произведение, я читал в своей жизни, вот, но, честно сказать, вот такую привычку я так в себе и не выработал, и еще у меня такой прикол, я медленно читаю, реально медленно читаю, то есть можно, я знаю, что можно читать быстрее, я как Лев Толстой, вот он как раз так и завещал, что читать нужно вдумчиво, перечитывая, там у него прям есть... Кстати, вот я у Татьяны Черниговской, она говорит очень часто как раз про то, как наш мозг устроен, работает, и она говорит, что ничего хорошего в скорочтении, в том, чтобы быстро читать, нет, что наоборот, нужно вдумываться, вчитываться в слова, чтобы это все анализировать. Ну, это правда, просто этот навык иногда очень полезный, когда тебе нужно обработать большое количество материала какого-то, конечно, хотя ты тоже иногда начинаешь, ты абзацами иногда такая, ты абзац про это, это про это, как бы вырабатываешься. Вот, поэтому, знаешь... Читаешь ты не быстро, но читаешь иногда. Я нашел в себе оправдание у Курпатова такого тоже, да? Да, это у нас, кстати, наш герой был недавно у меня в гостях, у меня большой респект, у меня очень такой классный публицист, у меня психолог, и вот он говорит о том, что после 25 лет это уже становится развлечением, а не развитием. Вот, успокоил, да? Ну, и ладно. А это книга «Буддизм», это здесь была уже книжка? Нет, нет, это я читала, я читала. Я после того, как съездила в Таиланд, меня вообще эта религия очень заинтересовала, и вот хотелось как-то это все глубже изучить. А то есть ты это прочла, эту книжку? Понравилась? Да, понравилась очень, очень классно. Всем рекомендую. Очень легкая, и просто все описано и рассказано. Хорошо, так, а здесь что-то еще есть? А вот еще «Магия утра», тоже потрясающая книга. Хорошая книга, да. Все очень классно. Да, ну это как, в общем, почему нужно рано вставать, и что с утра у тебя все процессы задействуются и так далее. Я тебе песню ВКонтакте послала, я под нее всю ночь прорыдала, я же тебе открыла всю душу, а ты не послушала. Это припев... А что, ты подпеваешь? Ты как у тебя с вокалом? Она подснимает. А ты просто снимаешь, это мое, молодец. Она просто снимает. И вот что-то пою, иногда просто играю, мне нравится. А ты давно научился играть на гитаре? Нет, нет, я уже стал учиться очень поздно, поэтому у меня немножко с координацией, иногда вот петь и играть одновременно какие-то сложные ритмы сложновато. Вот. Это когда ты научился? Когда ты уроки брал? Или ты сам? Нет, просто я сам играл на гитаре. Очень много просто студийной работы возни, и ты в какой-то момент все-таки начинаешь брать гитару, помимо того, что ты там читаешь рэп, берешь уже гитару и уже такой, ой, а так еще и музыку можно так делать. Потом берешь палочки. А как вот самому можно сесть и начать наигрывать? Ну, это же просто их не так много этих аккордов, да, там до, ре, ми, фа, соль, ля, нет, это си вот было. Ля, вот это соль, ля, си. Вот все, вот аккорды. Ну, это ты мне сейчас рассказал, я как бы, я не знаю. Вот, а потом ты, например, сюда капада растаешь, она на полтона становится выше, сюда еще на полтона. И все, эти аккорды ты просто как поменяешь, то есть так. Круто. Ну, тут, в общем, да. Я, на самом деле, до конца тоже все вот не, сольфеджио не изучил, не изучал, точнее. Просто все как-то на ощупь, и для производства моей музыки у меня этого достаточно. Мне кажется, вообще музыкант может, ну, как только он для себя решит, что он музыкант, он уже музыкант. А, то есть вот так? То есть не надо для этого специально... Ну, мне кажется, да, очень много же есть примеров, когда, ну, это особенно, наверное, вот из молодой школы для рэперы какие-то, которые, у которых просто этот вайб какой-то есть внутри, и они сразу начинают читать, и у них голос сразу же круто как-то так садится в музыку, и вот, ну, а фактически, может, человек вообще ничего не знает. Ну, вот Лариса Долина бы с тобой поспорила, она бы сказала, что... Ну, Лариса Долина представительница классической школы, я с ней спорить не буду, потому что она пускай спорит с классиками, с теми, кто... Ну, это да, это старая школа, это такие метры, так скажем. Ну, да, безусловно, Женя, ничего не хочу сказать, ну, естественно, у него образование, вот. Но у, как это, самоучек и новичков тоже есть своя фишка, вот. Ну, тебе не хотелось самому для того, чтобы, например, как-то еще там быть более профессиональным, как-то более, может быть, умело использовать ту же гитару, обучиться все-таки профессионально с кем-то из преподавателей, мастеров? В целом, да. Я бы с удовольствием позанимался гитарой, барабанами с преподавателем позанимался и на фортепиано мне было бы удобнее, конечно, чем вот я так по две клавиши записываю, потом там еще по две, так, чтобы аккорд получался. Вот. Но тут ресурс времени и, наверное, вот график просто своей жизни правильно как-то распределить. Я пока только решился на занятия по вокалу. Я вот... Только недавно тут хочешь сказать. Четыре месяца я как ходил к Владимиру Коробко. Да. Такой с фабрики звезд. Конечно, мы все знаем, помним. И, при том, так еще думал ходить, не ходить на занятия. Вроде и так много очень студийной работы. Я постоянно что-то там пою и придумываю. Но, как оказалось, пел я это все время неправильно. Звукоизвлечение было, но неверное. И он меня научил как бы с голосом своим работать как с музыкальным инструментом. И мне вот такая ассоциация хорошо закрепилась, что этот наш как труба. И мы играем как на трубе или саксофоне, не знаю, как угодно. И вот это иногда помогает. Передувание, отдыхание. Это все очень важно. И я вот все эти уроки его впитываю и каждый день уже из головы как бы пытаясь это соотнести с аппаратом. То есть ты сейчас, когда уже слушаешь записи, которые ты делал до этого, ты слышишь разницу с тем, что как сейчас уже поешь? Местами, да. Ну, особенно если говорить о начале моего творчества, это абсолютно верно. Но если уже ближе вот к недавнему времени, до занятий, там тоже в целом звучит это хорошо. Вот. Просто это во-первых, это сокращает студийную работу, ты то есть быстрее на студии начинаешь добиваться результата. То есть тебе не нужно там, не знаю, несколько дней провести для того, чтобы... Да, да. Тебе это видео проще, чтобы уже распресс и понимать, на какие кнопки надавить в себе, чтобы там какой-то звук правильный из себя достать. Или подходящий. Не всегда он должен быть такой-то правильный, академичный. Вот это тоже важно. То есть ты, получается, сам пишешь все песни? У меня соавторство, естественно. Да, у меня есть аранжировщики. То есть такой, знаешь, коммерческий какой-то грамотный выверенный трек я бы сам не написал. Что-нибудь из андеграунда, возможно. У меня очень много наработок, с которыми я уже прихожу к авторам и говорю, вот смотрите, так-то так. И они это все превращают уже в произведение такое, которое можно назвать коммерческой музыкой. Ну, понятно, что они тебя просто доводят до ума, но в целом идея как бы твоя, да, начинается с твоей какой-то задумки, идеи. Текст ты тоже пишешь, как я понимаю. Я пишу и сам, и у меня есть соавторы, кто мне помогает. Я больше отталкиваюсь от панча. Иногда мне авторы предлагают какой-то панч, который я уже, ну, панч это такой, знаешь, как это, фишка, которая точно цепляет ухо, которая... Никарона Бро. Никарона Бро, например. Вот Никарона Бро. Это гениально было вообще. Это мы сочинили вместе. Это у нас прямо так, это вот было именно так, как в целом потом я сделал челлендж с моим другом Женей Трухиным. Это коллектив Голибри и Мавик. Вот. Мы с ним давно работаем вместе. Коллектив Голибри и Мавик, из них Голибри, который Федерик и Феллини, вот этот поэт. Вот. Мы сели так в такси с ним после студии, и я чихнул, он говорит, Никарона Бро. Просто это. Ну, у нас такие вот бывают иногда музыкальные какие-то батлы. Я ему сразу говорю, не, Никарона Бро. Мы такие поражали, ха-ха-ха-ха-ха. Он говорит, точно Никарона Бро. Я говорю, точно Никарона Бро. Ну, и, короче, мы это превратили потом вот в этот челлендж, который вообще действительно с ума свел всех. Я могу сказать, что у меня я не пользовалась ТикТоком даже до его ухода из России. В принципе, ну, как бы он у меня был, но я им не пользовалась. И, по-моему, два видео, которые у меня есть в ТикТоке, это вот на Никарона Бро. Я даже не знала, что это ты. Я потом уже, когда стала делать какой-то ресерч, видела, что это ты вообще записал. И я просто, у меня все мои племянники, давай запишем, давай запишем. И у меня вот два видео с Никарона Бро, они залетели нормально. Ну, там какие-то, правда, для меня не прям миллионы миллиардов, но все равно. То есть это настолько вирусная была штука, особенно в тот момент, когда коронавирус был. Просто гениально совершенно, как вы точно попали. Ну, это еще главное было уже, знаешь, когда уже все было опето уже по этому поводу в эпогеи. Ну, да, это где-то к зиме было ближе. Мы уже даже, уже как бы позднее и закидывали это как челлендж. Ну, то есть именно вот этот вот такой чихарду, вот это я придумал визуально, как это должно выглядеть, то, что чихи. Да. И все вот. Ну, то есть, чтобы как челлендж. Мы это сняли с другом. И я, как сейчас помню, я с Амеди ехал до вечеринки Comedy Club на такси. Я ему такой говорю, давай, отгружай. Посмотрим, что из этого получится. И я еду час, короче, до этой вечеринки. И через час я приезжаю на вечеринку Comedy, меня уже там все узнают. Ни корона, ты что? Ну, честно. То есть за этот час было 4 с лишним миллиона просмотров, только за час этого ролика. И все, сразу же шквал начали снимать видосов. 300 тысяч, как сейчас я помню, было снято за три дня. То есть по 100 тысяч, по 100 тысяч в день. И потом это все только так вот творилось. А это как-то монетизировалось? Ну, то есть это вот, или это просто с точки зрения там монетизации там нет никакого идея? Монетизация только чуть позднее включилась. Монетизация позднее включилась. Мы, я как-то ее так толком, мы ее особо и не застали. Вот. То есть по сути это просто больше служило таким промо, да. Медийным каким-то таким толчком. Хотя знаешь, насколько медийным тоже это, то есть как завирусилось, так здорово. Потом я, когда вот такие сразу за три дня были мощные результаты, предложил этот трек Васе Вакуленко. Говорю, в любом амплуа. Васте, для тех, кто вдруг. В любом амплуа, залетай, смотри, как клево. Он подумал до вечера и говорит, окей, Нагана исполнит там свой куплет. И мы записали уже целый трек. Вот. Но я, вот к чему я шел, что, все знают этот челлендж, но такие, когда им говорят, что это я, да ладно. То есть, вроде медийно, а с другой стороны, эту медийность сложно было совместить, потому что все делали этот челлендж под звук, но изначальный звук, но порой сложно найти в таком уже море, в море этих роликов. Да, но тем более, что все-таки все равно у тебя большее количество людей ассоциируется с кино, с актерской профессией, да, с музыкой все-таки пока еще не так много, хотя кто-то знает уже, видит, наблюдает, те, кто за тобой следят, что ты уже давно достаточно записываешь музыку, снимаешь клипы. Тут я скажу так, все вот прям органично это так перерастало, и если там раньше мало кто респектовал за музыку и все говорили за сериал, то сейчас, наверное, в соотношении 50 на 50. То есть уже многие тебя узнают даже по музыкальному творчеству? кто-то вообще про сериал не вспоминает, а просто говорит, я слушаю ваши песни, мои дети слушают ваши песни. Где ты сейчас в своем музыкальном творчестве, как тебе кажется, на каком уровне? Ну, я точно вышел на более профессиональный уровень, то есть каждому релизу мы очень тщательно готовимся, к каждой песне мы снимаем клип, выстраиваем какой-то маркетинг и пиар, как мы будем этот трек двигать, потому что это очень важно не затеряться в бесчисленных релизах, которые там ежедневно выходят. Вот к чему ты стремишься? К каким-то большим залам? К каким-то нереальным прослушиваниям, стримингам, не знаю, Apple iTunes или где-то еще? Да, я стремлюсь к нереальным прослушиваниям Apple iTunes, честно признаюсь. Мне вообще важно именно отдача и то, как много людям необходимо мое творчество каждый день. Кто переслушивает в машинах, кто в наушниках, в метро, и если переслушивают, значит, я с этим творчеством людям нужен. Я это очень четко понял в один момент в своей жизни, когда я выпустил сначала трек «Малая Сима...» А, когда я выпустил сначала трек, который невероятно меня просто вообще от него кайфовал «Папина машина». «Папина машина» «И бутылка джина» И мы, когда его создавали с Женей, ну, это был просто наш, не знаю, музыкальный оргазм на студии, когда мы это создавали. Это было так, нам нравилось. Но людям он совсем не зашел. Ну, вообще не зашел. А позднее я выпустил песню «Малая Сияй», которую я так отнесся, ну, типа, ну, танцевалка. Ну, вот опять же по этому принципу, когда я соединил все слова с разных песен, думаю, ну, пусть будет. И там была гора тиктоков, снята на вот это начало куплета «Фэнди Фэнди», «Гуччи Гуччи». И люди слушали и в чарте, он там, в ЭК-чарте он висел несколько месяцев. И я тогда понял, что вот это, короче, от этого я завожусь больше, что меня это так заряжает, когда мои песни слушают и людям они нужны, что я, это вот мой, так скажем, флажок, к которому я стремлюсь. А площадку какую ты хочешь собрать? Сколько тысяч зрителей? Ну, когда-нибудь было бы круто выступить и на стадионе. Я был у Баста на концерте, вот этот масштаб... по-моему, там было 75 или 80 тысяч. Наверное, этот масштаб, конечно, меня завораживает. То есть у тебя есть такая цель в голове, что ты вот хочешь когда-нибудь собрать такой стадион? Да, да. Я люблю выступать для людей. В отличие, например, от спектаклей, которые, ну, в какой-то момент... Это был классный спектакль, в который я вложил частичку души, потому что мы его вместе все сделали, создали, пустили, дали ему жизнь. Он там в 19-м году самый был прокатный, самый такой успешный спектакль по России, который есть. У вас там был гастрольный тур из 20 городов. Но я в какой-то момент почувствовал, что когда вот он встал на рельсы, и когда мы уже все сделали, что необходимо для того, чтобы спектакль был, я почувствовал, как-то заскучал, короче, вот каждые выходные приходить в ДК Зуева и играть одно и то же. Мне это с творческой стороны стало, я как будто это перерос. То есть ты рутину не любишь? Да, я не люблю рутину, я поэтому очень так побаиваюсь вот этих театральных подмозг. Именно точнее, вот я бы вряд ли когда-то бы был актером театра одного, потому что это мне очень интересно, но очень интересно на момент становления. Но это очень много работы над этим, это надо тут тоже на это время. Я бы с удовольствием в какой-то спектакль снова зашел и снова так же поставил и повыступал и поискал бы вот ту золотую середину, когда все работает. Но времени на это сейчас нет. А концерты, концертная деятельность, когда я выхожу и вроде бы те же песни пою только в разном порядке, но я каждый раз в этом новую жизнь чувствую. Может быть это потому что всегда разные сцены, может потому что это часто открытые площадки, люди, которые любят танцевать и которых я заставляю танцевать, ну не заставляю, а так скажем подвожу к этому. и вот это меня больше завлекает и мне это как бы бесконечно нравится. Я готов именно с песнями гастролировать много. Ты уже снял не один клип на своей песне и один из последних клипов был у тебя с Агатой Муциньец, но он не недавно был, он год назад был, но тем не менее он был достаточно таким. Ну где-то полгода примерно, да. Ну мне кажется, да. Ну полгода, год короче назад он вышел. Осенью, правильно, он осенью вышел. И достаточно большой резонанс у этого клипа был, потому что сразу стали писать, что у вас с ней роман, у вас там в конце был поцелуй. Поцелуй был заявлен сначала или он как-то в процессе у вас родился, вы решили, что почему бы не поцеловаться в конце? То есть это был какой-то ход или это просто экспромтом получилось? Это был ход. Это был ход, я Агате звонил и договаривался еще перед съемками, согласна ли она на такой ход. И вообще, чтобы это вызвало какой-то резонанс, недостаточно, может быть и достаточно, но тогда мы поняли, что это очень прикольный такой момент, на котором можно здорово согласиться. играть. Просто поцеловались в клипе, а разговоров было. Это классно сработало. Почему ты выбрал ее для этой роли? Были какие-то другие варианты или вот ты хотел конкретно Агату снять? Мои варианты? Ну, короче, когда я подумал об Агате, тогда прям все сошлось точно, что она подходит по типажу для этого клипа. я не знаю, это как-то вот, ну, я не знаю, в этот момент, как режиссер, просто мыслю и вот понимаю, подходит этот человек или не подходит. и я прям четко по внешности, я даже не так много видел ее в ролях. Мы где-то познакомились на мероприятии, вот, она показалась мне очень приятным, общительным человеком, мы хорошо так пообщались на просмотре какого-то фильма и все. И даже у меня телефона ее не было, я телефон уже в Инстаграме ей писал, позвонил, она говорит, ты знаешь, мне приснилось, что я снимаюсь в клипе сегодня. Я говорю, ты звонишь, конечно, я ей согласна. А я еще и песню прислал, она говорит, вообще суперская песня. И все, погнали. И там женский голос в этой песне, это ее голос или это просто чей-то голос? Нет, это ее голос просто вокалистки, вот, но мы тоже это в клипе попытались сделать так вот кликбейтно, она подпевает этому голосу, чтобы еще разговоров было о том, что Агата Муценица запела. Расскажи чуть-чуть о своем детстве. Ты родился и прожил много лет в городе Лысьва. Да. Расскажи, каким было твое детство, каким ты его вспоминаешь вообще? Ну, вообще, студенчество самое интересное. Детство мое было очень такой адаптивный всегда было ко всем. Ты младший, младший ребенок в семье? Я младший ребенок в семье, я пришел в школу, сразу попал в плохую компанию, я был в плохой компании там несколько лет, вот, потом... А там были хорошие компании или в принципе все мальчики были хулиганы? Потом они меня, короче, предали так, но мне так было неприятно, и, короче, меня вместе поколотили еще, ну, точнее, там, с одним из них я подрался, другой начал за него, еще один начал заступаться, я понял, когда они втроем, просто против меня внутри, ну, небольшой, одной компании, это так было обидно, я заплакал, короче, еще с тех пор я с ними не водился и больше принял такой образ жизни как бы хорошиста, скажем так. У меня был, точнее, есть у меня друг, Валера, он рядом с бабушкой жил, я много летом проводил время у бабушки в частном доме, и мы с ним, он меня вот именно притягивал к увлечениям, с ним мы там, он меня на горные лыжи повел, мы начали кататься на лыжах вместе, в вольную борьбу мы вместе ходили, в секцию мотокросса мы вместе ходили, занимались, ковырялись вместе в велосипедах и в мотоциклах, у меня все время вот здесь были, все было в солидоле, как, короче, в нашем сериале, в общем, в этом мне все очень притягивалось, все это было интересно, ну, как интересно, на самом деле, это было, ну, про течение жизни, я бы сказал так, что течение жизни, конечно, в ностальгии очень много, как я просыпался у бабушки и пахло блинами с утра, я узнал уже, что сейчас будут блины с вареньем, как мы, вспоминаю, как мы кололи скотину, я про этих домашних животных, ну, не я сам, конечно, ну, просто я сейчас думаю, как бы я с этим поступил, но тогда вот я так вот иду, таз с кишками несу, как бы, или какую-то, какую-то свинью при мне палят, или там, или яйца на сковородке быка, на самом деле, КТС пожарили, съели, вот, ну, это все было настолько, как бы все это естественно, вот, сейчас мне дай таз с кишками, ну, наверное, тоже унесу, но как бы, ну, как это делал восьмилетний, там, ребенок, не знаю, не знаю, дал ли бы я сейчас, когда Еве наступит восемь, дал бы я таз с кишками, сказал бы, неси, тут голову, выходишь в ограду, тут голова висит, коровья такая вот, знаешь, на зиму такая, на холодец в запасе, вот так и жили, сенокосы, картошка, вот такой, такой план, а сенокосы самое такое романтическое тоже время, вспоминаю. О чем ты тогда мечтал? Я почему-то, кстати, вот уже тогда думал, что я такой нифиговый актер, не знаю почему, а, потому что, наверное, вот эта мне разыгранность очень нравилась, к нам приезжали родственники из набережных Челов, и мы у них тайком доставали видеокамеру и снимали, снимали, значит, в огороде всякие, короче, штуки, я тогда уже пародировал Ельцин, Жириновского, там, Горбачева и прочих политиков того времени, я помню. Как раз была программа куклы, наверное. Ну, типа того, да их там и так много, показывали достаточно, и кто-то пародистов, можно сказать, какие-то пародистов это срисовал, я тоже пародировал, и какие-то репортажи велось грядок, что-то у нас растет, что происходит, и мы вообще, то есть, днем мы снимали, а вечером стирали эту пленку, чтобы взрослые не видели, что мы берем камеру, и, к счастью, многое не стерли, вот. То есть, где-то архивы есть? Эти архивы где-то есть, но я потом эту кассету где-то потерял, и больше ее ничего-то никто не может нигде найти. Опять же, все потеряно, архивы потеряны. Я все на словах только могу. То есть, ты в том возрасте уже понимал, и ты паразит был? я знал, что у меня получится быть классным актером, вот. И, ну, и в то же время, вот мне всегда нравилось, нравилось, вот эти все физические явления, опыты, физика, как таковая, вот, во своей основе. это, поэтому, вот этот вот технический, гуманитарный путь, у меня была такая развилка, все-таки, куда пойти. Папа мне говорил, что это вшивая интеллигенция? В политех! И да, он механик был на заводе, и как-то так, но никто меня не принуждал, вот именно там не было такого, никакого ультиматума уж точно, спасибо моим родителям, что вот, они мне в целом всегда оставляли право выбора, вот. То есть, они не настаивали, чтобы ты что? Ни на чем никогда не настаивали, и все, чем я занимался в своей жизни, это была какая-то моя инициатива там. Может быть, только вот когда-то в карате отдали однажды, маленький я был еще, ну, я такой, но мне, вот мне, меня отдали, но мне и не понравилось карате, я там на белый пояс сдал, и даже больше никогда этим не занимался, вот. А борьба, например, вольная, вот почему-то меня увлекла, тренер был классный, вот. Поэтому все это, вот, классно, что это все не было рамок. Было именно приучение к труду, вот я про тот же Синокос, про то я помню, как мне, как мне было бесило полоть грядки. Знаешь, что такое полоть грядки? это просто жесть, это самое стрёмное занятие, которое можно себе придумать. Но я видел, как мало. То есть у вас было хозяйство свое? Ну, да, огород, хозяйство, общие поля картошки, которые мы двумя семьями, пять полей картошки мы выкапывали, короче, каждую осень. Садить это еще приятно, окучивать, ну, такое себе, а копать, если еще ее много, ну, это вообще, типа там, взрослый ходит, а, урожай, а какая? Я думаю, да господи, что это наросло до тебя столько? Потому что нам эту картошку мы что-то в магазин сдавали, скотине кормили, и в целом, ну, куда этой картошке столько вот сейчас думается? Ну, тогда вот это все садили. И вот мама полит грядки, и я вот именно, неприятное для меня занятие, скучное. Но то, что вот мама здесь на карачках работает, а я вот так филоню сейчас пойду гонять мяч, вот совесть мне не позволяла так делать. Я дешелый, помогал маме. И это вот, короче, такое было приучение к труду. Вот, а выбор в целом всегда по жизни был за мной. А какие отношения у тебя с братьями были? Хорошие старшего брата, самого старшего брата Мишу, я вообще считал своим таким анталоном, на кого стоит равняться кумиром, да. Средний брат Дима в Атон, его уже нет, но он такой у нас, как это говорится, ну, он выбрал такой путь, не знаю, может быть, в общем, он не закончил шкуру, там, посадил в армию, потом пил, 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 и, ну, в общем, все закончилось плохо. Сколько лет ему было? Когда он ушел, наверное, около 30, это было в 2008, по-моему, году, да. Как вы пережили это? А? Как вы пережили? Пережили. Ну, мама, понимаешь, до сих пор она вспомнит и всплакнет. Ну, тот образ жизни, который он для себя выбрал, он ведет в одну сторону рано или поздно. Человек, кстати, с очень выдающимся талантом художника, он очень круто рисовал. Ну, так бывает, что вот просто таланты не проявляются, а проявляются что-то какие-то, не знаю, комплексы, блоки, какие-то, может быть, наверное, от чего-то же он выбирал такой образ жизни. Вот. А вы близки были с ним? Не совсем. Вот именно. Не совсем. Не мог бы стоить близким, но... Ну, не то, что, знаешь, вот как близкий. Близкий в том плане, что не открывался он нам. Вот он даже нам не открывался, так скажем. он жил там с нами, ну, там, поработал с нами там, как-то по возможности, но вот именно открытости какой-то не было. Это я вот так потом стал анализировать. Просто... вот поэтому я сейчас всегда стараюсь в семье вообще напрямую говорить обо всем и говорить искренне и прямо и их тормошу для того, чтобы, ну, мы были максимально друг перед другом честны и открыты. Вот. после смерти брата вы стали ближе даже с семьей и она смерть вас больше сплотила. Ну, вот я и брата потерял и позднее потерял отца. Это произошло лет пять назад. Уже, наверное, больше. Семь назад. С папой что случилось? Болезнь, онкология. Да. Быстро ушел? Ну, так поборолся, поборолся, вот, ну, такой был прямый такой достаточно тоже во многом можно было еще побороться, но он в какой-то момент еще ногу сломал в этом состоянии и потом его там уже болезнь съел. Ну, да, и, наверное, да, вот мы сейчас остались втроем и как-то вот берегу их очень ценю. А брат где живет? Там тоже в Лусьве живет. Они тобой гордятся с мамой? Думаю, да. Думаю, да. Но вы не часто видитесь, да? Почему? Нет, вот брат позавчера мне привез Еву. Она гостила там два месяца. Она гостила там два месяца с кайфом такая приехала вообще и так там понравилось. Ну, вообще все. А ребенку на самом деле неважно жить в Таиланде или в Лусьве. Главное, чтобы была любовь, забота и есть что-то новенькое, просто так. Ты сам рассказывал о том, что пробовал запрещенные вещества и какое-то время употреблял, но соскочил вовремя. Вот как, благодаря чему, как тебе кажется, тебе удалось надолго в этом погрязть? Слушай, да, вообще я тут не стал бы, знаешь, это употреблять как такие термины соскочил. Ну, я имею в виду, что ты не остался вот в этом. Да я говорю о том, что я просто с этим, ну, говорил, возможно, о том, что я с этим всем знаком, но так, чтобы я там на что-то сел и у меня с чем-то были проблемы. У тебя не было. В регионах, особенно в регионах, в Москве, то же самое, так же это есть, это тоже так же распространено, просто считается, что в регионах этого еще больше, как будто меньше, чем заниматься, особенно среди молодежи, и как будто бы больше доступа. Наверное, это да. Вот это вот на самом деле самая большая проблема. Почему я это для себя не вижу проблемой? Потому что всегда, всегда, меня всегда вело, вело по жизни дело. Вот когда есть дело, когда есть то, чем нужно заниматься, чем ты хочешь заниматься, тогда все вот эти пагубные какие-то пристрастия, они просто, ну, как бы отлетают от тебя, или там, ты можешь с этим познакомиться, но никогда не станешь жертвой этого, потому что ну, как-то это ведет тебя вперед, работа, какое-то стремление к чему-то. И вот, конечно, наверное, отсутствие от этого импульса и стремления, иногда люди просто не знают, что делать. Сидят, не знают, что делать. о, вот это приятно, о, приятно, 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 приятно. Не, ну, это, мне кажется, еще, если говорить про регион, про Москву, еще вот такой, ты убегаешь от реальности, ты какие-то вещи хочешь... Ну, наверное, знаешь, скучно, скучно, вот из-за того, что нечем заняться, становится скучно, и в этом скучном, вот это становится для человека чем-то таким... Ну, или какая-то твоя жизнь слишком серая, как тебе кажется, сейчас лучше стало с вот этой ситуацией? Вообще в целом? Если в целом, там, в регионах, если говорить, или же то же самое, что было в начале 90-х, в начале 2000-х, так же все и осталось? Я просто считаю, что сейчас поменялись наркотики, вот, вообще их-то стало, какие-то вот эти вот всякие, какие-то китайские соли и так далее. С помощью, там, химии добиваются, каких-то разных оттенков психологического состояния для людей, и эти люди, не знаю, вот этим увлекают. Я просто, вот с этим я совершенно не знаком, вот, а в наше время это был, конечно, губительный героин. Да, этого было, конечно, достаточно много. Вот, наверное, сейчас тоже... Мне кажется, что просто новые формы это приобретают все, и действительно бороться с этим нужно, только не брошюрками и... не брошюрками и какими-то здравоучениями, а то, чтобы предоставить детям, подросткам, юным какой-то предмет интереса, в чем будет просто интерес, ну, истинный, не так непринужденный, а вот какой-то такой большая работа. И сами даже люди когда говорят, это что у нас в дыре-то? Да, у нас-то что в дыре? Вот это, мне кажется, вообще ни в корне неправильный подход. Да у вас в дыре, не знаю, не в дыре, да вот здесь, в этом городе, ты же родился, и у тебя есть жизнь, представляешь? Жизнь вообще. Вообще, ты с этой жизнью можешь делать все, что хочешь, хочешь, можешь уезжать из этого города, а можешь здесь остаться и придумать что-то новое и интересное. И вот это вот именно, ну, типа такое пренебрежение к собственному региону, к собственному месту, где-то родился, вот это во многом и порождает вот этот, и так сойдет, и да ладно, что тут у нас, чего ждать, да кто нам, что вот это, ну, это все просто, собственно, не вера в себя же, порождается то же, что вокруг становится бардак, становится там, не знаю, да, очень много с этим проблем связано, в общем, собственного ощущения себя. И ничего за годы не поменялось по сути, Ну, не скажу так, да, не знаю, там, тут вот, новые какие-то магазины сетевые появились только с вывеской, как-то так. Недавно? Ну, ну, вот это время, да. что должно поменяться? Ну, я говорю, в сознании в первую очередь должно людей поменяться, что им дал уникальный шанс пройти этот путь, где бы он ни был, да и тем более, вообще все в их руках, в их руках изменить жизнь вокруг себя, в их руках, ну, просто какую-то обрести в себе стержень, дисциплину, чтобы поменяться в лучшую сторону для себя же самого. В конце концов, если не нравится климат, люди и место, можно в их же руках даже уехать, рискнуть. Ну, всем проще вот так вот сетовать на свою жизнь и говорить, в какой в жопе они живут. Как ты думаешь, почему вот у тебя получилось выбраться и стать звездой, и заниматься тем, что ты любишь, и быть счастливым? Вот интересный вопрос. Я просто мечтал и был таким наблюдателем этой жизни, подмечал эмоции людей, чувствовал, что могу их интерпретировать, был эмпатичным к этому. Меня интересовал микромир, меня интересовал астрономия и вот наоборот, макромир, какие-то ощущения, как-то, ну, вроде бы, это все так незатейливо, и все как-то по-детски так было, но в то же время, сейчас я анализирую, что это всегда во мне было, вот, и, может быть, это как-то поспособствовало. Мне сложно об этом судить, вот, а потом я, опять же, просто нашел себя, ну, нашел то, что мне интересно, то, что мне предоставляет работа, которая мне доставляет удовольствие, или там, дело, дело не работа, скажу, а вот дело. Вот если ты будешь заниматься делом, которое тебе предоставляет удовольствие, и ты будешь регулярно все равно бить в эту точку, и не сойдешь с пути, а будешь все равно менять, возможно, как это назвать, методы. Ну, например, что-то не получается, так вот, проанализировал, снова поменял метод, посмотрел, как это работает. Ну, это я, наверное, говорю по музыкальной части. Вот. Снова посмотрел, как это работает, и из этого уже сделал вывод, что у тебя из этого работает, и то, что работает, взял в работу. Как-то так. И, конечно, уходить с нелюбимых работ, от нелюбимых людей, и жить эту жизнь полной, полной, исходя из своих истинных желаний, а не исходя из того, что от тебя ждут, что тебе навязывают, не пристраиваться, а именно от импульса души действовать. Тогда все получится. Я верю, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле. Вот в чем твоя, как тебе кажется? Мне кажется, что моя миссия транслировать, транслировать людям любовь. Вот. я действительно, у меня, знаешь, вот есть такие, типа, круги, вот близкие, дальние, дальние, там, разных людей. Но для меня, вот, например, как-то эти круги, ну, их, по сути, в целом не существует, потому что я люблю этот мир и люблю людей во всех проявлениях. Безусловно, есть среди людей зло. И, но я прям вижу и верю, и даже себя считаю частицей этого, что мы все равно все движемся к общему пониманию, какой-то осознанной, даже не общему пониманию, просто становятся все осознанными. То есть люди больше, больше посвящают практик для своего тела, для того, чтобы это соединилось как-то с душой, с мыслями. Люди больше стали прислушиваться к себе и находят какие-то механики для того, чтобы, ну, чтобы это не было только там хлеб-батон поесть, сходить там, это, поспать. Вот как-то, и мне кажется, что мы вот к этому все движемся маленькими, очень, шагами. И я хочу быть проводником в эту жизнь, в эту жизнь. что такое любовь? Созидание, созидание лучшего, прекрасного, это бережность ко всему, это чувство благодарности, которое просто вызывает в теле такую вибрацию, и к этой вибрации ты можешь подключать любые другие. Но если ты через эту вибрацию будешь все деяния свои пропускать, то эти деяния будут наполнены любовью. Наверное, так. Знаешь, когда вот слезы наворачиваются от благодарности к тому, что я такой вообще есть вот в этом мире, я такой родился и такой существую, сам вот у меня есть такая. очень благодарен жизнью. Что такое счастье? Ну, на самом деле, счастье это то, что вообще присутствует в нас всегда, но наши мысли о своей идентификации в прошлом или боязнь за будущее ведут нас к тому, что это счастье становится неуловимым. Кажется, вот здесь, быть здесь и сейчас, это истинная счастье. Ты в таком случае просто на гребне волны. Ты счастлив? Да. В чем твоя? По большей части, да. Ну, правда, нет, я не скрываю, что у меня бывают такие дни вот, ну, прям негативных мыслей, я ничего не могу с этим поделать. В эти моменты я просто всегда гляжу за горизонт и знаю, что завтра я проснусь и настроение будет хорошее. В чем твоя суперсила, как тебе кажется? В принятии. Чего ты боишься? Да много чего боюсь, вообще все боюсь на самом деле. Просто все. Животных, людей, высоты, все как у всех. Ты о чем-нибудь жалеешь? Не, ни о чем не жалею. Если бы можно было изменить какое-то одно событие из прошлого, чтобы это было? Я переживаю, что это может изменить последствия будущего, поэтому ничего не буду менять. Во что ты веришь? Во что я верю? Я верю, я верю в силу мысли, на самом деле, в силу позитивного мышления и вот в адекватный подход. О чем ты мечтаешь? Мечтаю о том, чтобы менять себя к лучшему каждый день. Ну правда, мне это тоже, я понимаю, что местами это удается, а местами я ленюсь, потому что мне хочется еще и жить эту жизнь. это не всегда усилие над собой, это еще и просто кайфово. В чем твоя самая... Дисциплина, в общем. Мечтаю, наверное, о такой дисциплине, которая бы мне была в кайф. Вот. твоя самая большая слабость, в чем она? Я иногда думаю, что в моей доброте, но я думаю, что я ошибаюсь. Каким ты видишь себя через 10 лет? И где? Гуляющим по миру, вот мне очень хочется путешествовать. Я реально, мне нравится это творить, но мне не очень нравится, что я из-за этого привязан все время к одной локации, как к одному городу, к одному месту. Мне бы хотелось вдохновляться быть как везде, и мне нравится и лесная жизнь, и городская жизнь. Я бы хотел это чередовать. Вот. Как-то так вот. И чтобы не было такой привязки, вот тебе надо в отпуск только вот так вот. Вот. Чтобы этот режим мы... Ну, я бы смог как-то так вот коррелировать под себя, а не режим, чтобы меня направлял. Что такое успех для тебя? Ну, успех для меня это приумножить все свои лучшие качества и... истребить все такие... Ну, не истребить, я бы не сказал истребить, наверное, как бы гасить. В общем, успех для меня это прям... становиться человеком... становиться человеком хотя бы, ну, чуть-чуть лучше, хотя бы, ну, чуть-чуть лучше, чем ты родился с какими задатками. Вот. Ты успешен? Думаю, да. Что бы ты сказал маленькому Вове, да? Терзай. Я не знаю, что бы я сказал. Ну, вперед, все у тебя правильно получается, ты молодец. Мне маленькому вообще советы не нужны были. Это мы, когда становимся взрослыми, мы покупаем курсы, там, становимся просто инфоплаголотителями каких-то навыков, или даже не навыков, а мыслей, которые кажутся нам важными. Вот. А маленьким нам вообще это ничего не важно. пойди нас еще в школе научи чему-нибудь. Я там в советах не нуждался. Но я бы с удовольствием, кстати, сейчас бы посмотрел на себя, как я сидел за письменным столом своим, играл в каких-то роботов вот так вот, или какую-нибудь домашку решал. Но лучше посмотрел, как я играл в роботов. У меня там такие комиксы разрывают. Вообще... Вот как раз драматургия, наверное, первые там эти... Ростки появились, да. Там были разборки мощные, конечно, у меня. Черепашек-ниндзи, там у роботов, у всяких. Динозавров. Там много у меня было. Такой чисто... Помню, чистый письменный стол, когда на нем прибрано. Это редкое явление. Я редко как-то убирался дом. И вот я тогда... Вот это поле для меня было просто вместо баталий каких-то... Какой-то сюжет там разыгрывался. Кто кому брат, кто кому друг, кто враг. И там со скалы все падали, понятное дело. Подлетали. Ну, вот так вот. Кто такой реальный пацан? Я реальный пацан. Спасибо. Посвящается Санне Калмыко. Молодец. Лай си я, лови этот вайп, нам пофиг на шмор, нам пофиг на хай. Малай си я, с тобой мне в кайп, хоть ты в луи, хоть не в луи, это наша лай. Фэнди, Фэнди, Гуччи, Гуччи, все на стиле, а я лучший. Для тебя, малая, все равно всех круче, но танцполе в кроссах разгоняю тучи. Пусть не роли на руке и не в гелике, изи нос по киньке, лечу на велике. И могу доехать даже до Америки, если ждешь меня в сквере, ты, малая си я, лови этот вайп, нам пофиг на шмор, нам пофиг на хай. Малая си я, самый чистый кай. Хоть ты в луи, хоть не в луи, это наша лайф. Вот так и влюбилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Америкин Корректор А.Егорова